Смерть Не плачь обо мне, ибо дни мои через смерть стали вечными, в горнем свете навсегда раскрылись мои вежды, что, казалось, навсегда смежились на смертном моем ложе. В лето Господне, 1327-е, сеньор Франческо Петрарко Прибыл в город-авиньон в Провансе, в числе многих прочих последовавших изгнаний со святейшим престолом. В год 145-летия со дня рождения одного из самых известных воронежцев Нобелевского лауреата по литературе Ивана Бунина, художественный руководитель Воронежского академического театра драмы имени Кольцова Владимир Петров, инсценировал постановку по мотивам трех бунинских произведений. Роза и Ерихона, прекраснейшее солнце и в ночном море. В этот год, в шестой день месяца апреля, в пятницу страстной недели, слушал он внутреннюю службу в церкви Сен-Клэр, в повиньоне. И вот, когда, отстояв службу, вышел из церкви на площадь, глядя на других выходящих, то увидел Донну Лауру, дочь рыцаря Этибера, юную супругу Синьора Уго, кой его достойный, но обычный образ не удержался в памяти потомства. Та весна была в его жизни двадцать лет, а в ее двадцать лет. Спектакли заняты народный артист России Сергей Карпов и заслуженный артист России Александр Смоленинов. Мы ведь с вами ужасно тесно связаны, или, точнее говоря, должны были бы быть связаны. Еще бы. Какой ужас причинил я вам, воображая, что вы пережили. Да. Даже больше, чем вы можете вообразить. Вообще-то это ужасно. Весь тот кошмар, который переживает мужчина, любовник, муж, которого отняли, отпилили жену, который по целым дням и ночам, беспрерывно, ежесекундно корчится от мук, самолюбия, страшных, ревнивых представлений о том счастье, который испытывает его соперник. И от безысходной, безнадежной внешности, вернее, половой умиленности потерянной самки, которую хочется в одно и то же время и задушить, самой лютой ненавистью и осыпать самыми унизительными знаками истинно собачьей покорности и преданности. Это вообще несказанно ужасно. Музыка Юлии Пономаренко производит глубокое впечатление на весь зал, погружая его в разные временные отрезки. Благословенны шаловы и стоны, Какими оглашал я сонду права, Путя отзвучья именем Мадонны. Благословенны, что столько слав стяжали ей ПЕВУЧИЕ КОНЦОНЫ ДУМ ЗОЛОТЫХ ОНЕЙ ДУМ ЗОЛОТЫХ ОНЕЙ ЕДИНОЙ СПЛАТЫХ ОНЕЙ РЕЖИСЁР ПО ПЛАСТИКЕ ИГРЫ БОЛДЫШЕВ ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ РОМАН АФАНАСИЕВ Когда угасла звезда, сиявшая мне в жизни, Ночь эта начинала уступать вместо оброли, Когда некая красота, столь же дивная, Как и ее земная, встала передо мной И, нежно вздыхая, подала мне руд, Столь долго шаланную ноль. Узнай, — сказала она, — узнай ту, Что навсегда преградила тебе путь, В первый же день ее встречи с тобой. Узнай, — что смерть для души высокой Есть лишь исход из темницы, Что она устрашает лишь тех, Кое все счастье свое Полагает в бедном земном мире. Написанные в разное время по разным поводам Произведения Ивана Бунина удалось соединить спектакль В единое гармоничное целое, Передав и любовные переживания героев, И ностальгию по высоким чувствам. Нет разлук и потерь, Доколе жива моя душа, Моя память. Роза и веренка В чистую плаву сердца Женую воду Любви, печали и нежности В окружающей корни и степени Мы его подружим. И отчего Опять Зацветает Мой заветный цветок. Отдались Неотвратимый час Когда и сяднет Петерблат Оскудеет И иссомнет Сердце И уже навеки Покроет Брах Сомнений Розу Да его И велих Оно АПЛОДИСМЕНТЫ Игра актеров великолепная. Само произведение Вещи вообще тяжелые Да эти играть И большое спасибо конечно режиссеру, постановщику Потому что достаточно легко и доступно было преподнесено На одном дыхании спектакль смотрелся Вот Ну и еще раз хочется отметить игру актеров Замечательная постановка Получили большое эстетическое удовольствие Впечатлила больше всего именно вот передача Эмоций Разбитое сердце Там потерянная любовь Там потерянная там возлюбленная Там любимая женщина Там ну как угодно Кто-то сильнее всего впечатлил Как не часто такое встречу Вам показался сложным этот спектакль Это произведение Нет, сложным не показалось Хорошо воспринимается Как близко Близко по чувствам может быть Ну больше наверное Наверное для людей таких уже серьезных Взрослых Не для молодых Для тех кто уже мудростью там жизни например обогащен Тем спектакль понравится Вся молодежь в этом спектакле исполняет роль самого моря Море то есть чувственной части человека Которая связана с историей Петра Арки Любви Петра Арки к Лауре И мы символизируем то море Ту бурю эмоций Которая происходила в сердце Известного поэта Петра Арки Впечатлений масса Есть над чем задуматься Очень хорошо поставлен спектакль Свет, музыка, текст Ну не знаю аж волнение до сих пор переполняет А вот вообще к творчеству Бунину как относитесь? Ну достаточно скажем сложное для меня произведение Ну наверное еще прочту из этой серии что-то А вот эти новые приемы которые режиссер использовал Вы наверное заметили что Ближе к современности да Неожиданно Да неожиданно Это спектакль о любви Спектакль о памяти Спектакль о смерти любви Спектакль о рождении любви Спектакль о вечной любви То есть все посвящено этому чувству Как в общем-то и в жизни Алексея Ивана Алексеевича Бунина Она была тоже посвящена любви И он очень много в жизни любил И чувствовал и страдал в этом направлении Так что я думаю что Многие люди приходящие в театр Смогут как-то ассоциировать Свои роковые моменты И свои любовные переживания С тем что будет на сцене И тем что описано В прозе Бунина Как долго вы готовили этот спектакль? Ой ну как сейчас вспомнить трудно Но мы начали репетировать еще Летом перед отпуском Вот потом очень много времени Даняли пластические наши фрагменты Их достаточно много Тем более что они связаны были С написанием музыки для этого спектакля Конкретной Это не подборная музыка Это музыка воронежского композитора Юлии Пономаренко Я очень доволен работой с ней Мне очень понравилось ее мышление Ее чуткость Ее отзывчивость На то что я пытаюсь объяснить словами Перевести в музыкальный ряд Субтитры создавал DimaTorzok